да да положить молимся царю небесный утешителю души и стены и железетный и вся исполняй сокровище благих и жизни подать и гроб прийти со мной я очень сильный от всяких скверных господи благослови предстоящие занятия не дай уклониться ни на право ни налево от истинного понимания божественным слов твой прибудь с нами и все вечер благодатный хвала тебе отец сын и святой дух аминь на чем мы закончили деяние 26 глава пополнится 12 18 стихи для сего идя в дамаск совластью и поручением от первосвященника среди дня на дороге я увидел государину с неба свет превосходящий солнечное сияние так это я вспомнил мы читали вопрос бог просвет так 19 20 стих поэтому царь агриппо я не воспротивился небесному видению но сперва жителям дамаска и иерусалима потом все земли уидейской и язычникам проповедовал чтобы они покаялись и обратились к богу делая дела достойные покаяния толкование толкование ну вот проведение кто-нибудь хочет сказать теперь пошли наоборот поэтому надо думать от кого эти видения были что апостолу павлу и другим прийти к нам и помоги помоги явился македонянин говорит тут понятно сходится со словом божьим с повелением христа а вот эти видения которые в житьях святых они идут поперек евангельского повеления и поэтому сам уже решить тебе верить или не верить и далее апостол павел говорит иудеи требуют чудес по другому нельзя было его он обратился сегодня нужны ли такие какие-то вот явления как павла обязательно должен остановить пусть мне он явится так и бог может может тебе трамвайный путь прям в избу провести но надо ли это не легче ли дойти заплатить деньги в любом вопросе надо смотреть реально надо это или не надо златоуз говорит я не требую чудеса они мне не нужны я просто верую поэтому поверили павлу и на этом остановиться все спасибо иисусу слава иисусу так Вячеслав 21 и 23 стихи читайте и толкование за это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать но получив помощь от бога я до сего дня стою свидетельствую малому и великому ничего не говоря кроме того о чем пророки и моисей говорили что это будет то есть что христос имел пострадать и восстав первые из мертвых возвестить свет народу иудейскому и язычникам и толкование что пророки глаголы ли о страдании христовом так известно что излишне и говорить об этом а что моисей предсказывал видно из того что он сказал как бы от лица иуды бытие 49 9 молодой лев иуда с добычи сын мой поднимается преклонился он лег как лев и как львица кто поднимет его ясно разумеет смерть и воскресение христова второзакония 28 66 жизнь твоя будет висеть пред тобою и будешь трепетать ночью и днем и не будешь уверен в жизни твоей иисус первый восстал и уже не умирает а воскрешенные им или его учениками снова умерли в ожидании будущего общего воскресения все то есть есть всеобщее воскресение и есть воскресение при нашей жизни духовное воскресение так я понимаю да если кто при сей жизни духовно не воскреснет не примет участие в воскресении первом тот и не войдет в царствие божие здесь сказано первый из мертвых то есть тот кто был мертв и воскрес вот и уже не умирает уже все он не умирает а нам всем предстоит умереть а потом суд вот нет однако написано что будут люди дожившие до последних дней которые не умрут но изменятся ну такие будут то есть тела их переменятся из тленных на нетленные то есть смерти они не увидят вот ну а Христос да первенец из мертвых то есть до него же тоже воскрешали людей и Лазарь он воскресил значит он уже получается не первенец но Лазарь то умер а Христос не умер значит он первенец из мертвых тот который правильно ты заметил не умирает больше а второго такого не было еще то есть подобно Христу то есть он первый и на этом пока все остановилось да всеобщее воскресение правильно я понимаю да ведь после Христа тоже были чуды воскрешения но те люди тоже умирали то есть воскрешение как оживление на время такое вот правильно я понимаю да существует после Христа существует и как же и гробы ну во время его распятия во время смерти его воскресли и сын наинской вдовы воскрес и вот тогда о мощах много говорят что на мощи Елисеева упал мертвец воскрес но все они умерли а Христос он вознесся он уже не умирает ну и вот что характерно еще два пророка Енох и Елисей живыми взяты на небо и им тоже предстоит умереть когда они будут спущены с небес не Елисей а Илья пророк Енох и Илья Енох и Илья да простите и их тоже убьют и будут радоваться убийцам вот интересно ну я думаю здесь все понятно наверное дальше читать и не надо так Сережа я разреши добавлю одно разрешаю считается по преданию телом воскресло и не умирает приснодева Мария она воскресла ее во гробе нету она вознесенная и в этом теле уже преображенном она пребывает перед Господом вот такое церковное предание в ее житии то есть она вторая получается после Христа это и правильно читаем дальше спаси Христос двадцать четвертый двадцать шестой стихи Сергей Ильин двадцать четвертый и под двадцать шестой двадцать четвертый двадцать пятый двадцать шестой когда он так защищался Ферст громким голосом сказал безумствуешь ты Павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия нет достопочтенный Ферст сказал он я не безумствую но говорю слова истины и здравого смысла ибо знает об этом царь перед которым я говорю смело я отнюдь не верю чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто ибо это не в углу происходило толкованием так как Павел речь свою постоянно обращал к царю то Фест обидевшись несколько и видя дерзновения Павла сказал это от досады и гнева Павел же объясняет ему причину почему он обратил свое слово к царю ну что тут дальше наверное однако или кто-то хочет дополнить Сергей я хочу сказать если можно кто-то звонит параллельно я отключаю а кто я не могу сейчас кто-то кого-то надо добавить я смотрю никого вообще никто не бросится всех предупреждал пишите добавлю никто не пишет так вот ну выключаем мы их тоже не мешает это все кто в сети я всех а сказайте слава ему свету сейчас выходил Кальмаев и я тут выключаю его правильно ли дело мне говорят надо его выключить правильно правильно он я его не вижу он не в сети Кальмаев надо ему написать чтобы он вот кто-то написал сейчас кто-то ага все Вячеслав написал да так читаем дальше 27 32 стихи веришь ли царь Агриппа пророкам знаю что веришь Агриппа сказал Павлу ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином Павел сказал молил бы я Бога чтобы мало ли много ли не только ты но и все слушающие меня сегодня сделались такими как я кроме этих ус когда он сказал это царь и правитель вереника и сидевшие с ними встали и отойдя в сторону говорили между собою что этот человек ничего достойного смерти или ус не делает и сказала Агриппа фесту можно было бы освободить этого человека если бы он не потребовал суда кесаря посему и решился правитель послать его к кесарю толкование здесь Павел говорит о кресте и о воскресении так как учение об этом разнеслось по всей вселенной говорит говорит это в доказательство того что Агриппа все знал и едва не говорит и прочим присутствовавшим и вам следовало знать это потому что таков смысл следующих слов не в углу сотворено сие хотя узы за имя Христова и достойны славы но Павел прибавил эти слова кроме этих уз приноравливаясь к пониманию присутствовавших что говоришь ты блаженный Павел кроме этих уз такое же и дерзновение у тебя если ты стыдишься и избегаешь уз не везде ли в своих посланиях ты хвалишься узами и называешь самого себя узником и не везде ли выставляешь нам на вид кандалы вместо диадемы и так что же случилось что ты отстраняешь от себя узы сам я говорит он не отстраняю их от себя не стыжусь их но говорю так по снисхождению к немощи слушателей потому что они не могут еще вместить похвалы моей от Господа узнал я что никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани марка 2.21 вот почему я так сказал ну понятное толкование добавлять и толковать нечего все хорошо растолковано пожалуйста Сергей вот апостол Павел говорит я хотел бы чтобы не только ты но и слушающие меня сделались такими как я кроме этих уз то есть во всем сделались такими как я то есть сделались сосудами благодатью святаго духа и проповедниками слова Божия но и как он еще называть себя раб Христов если бы я угождал людям то не был бы рабом Христовым да раб Христов это значит тот человек полностью доверенный своему господину вот раб Христов вот но кроме этих уз то есть во всем были как я только кроме этих уз потому что узы это мои это мой крест как бы он от них не то что не отказывается это он говорит сделались такими как я с такими же христианами и христиане бывают разного уровня а именно рабами Христовыми сосудами святаго духа такого уровня как я точно все были высокого уровня христиане кроме этих уз уз я вам не желаю вот в чем он говорит что поскольку его статус официальный в то время был узник он же был узник находился в узах который требовался того кесаря ко мне кто-то Михаил Кальмаев просится что делать не не принимать иначе мы все улетим слушаюсь надо ему написать чтобы он статус поменял в сети тогда я его увижу я его не вижу я бы его добавил давно было ну я закончил все спасибо господи так ну давай 27 глава с первого с первого с первого с первого с первого с первого с первое непонятно От Вячеслава эхо идет Вячеслав, отключите микрофон пока До которого стиха, с первого по которому читать? Первый его, по третий Когда решено было плыть нам в Италию То отдали Павла и некоторых других узников сотнику августого полка именем Юлию Мы взошли на Адрамитский корабль И отправились, намереваясь плыть около осийских мест С нами был Аристарх Македонянин из Фессалоники На другой день пристали к Сидону Юлий, поступая с Павлом человеколюбиво Позволил ему сходить к друзьям И воспользоваться их усердием Все Толкование С пользу присутствует Аристарх И сопутствует Павлу Так как имеет возвестить в Македонии И обо всем, что случилось с Павлом Да и естественно было вести и поддерживать Павла Угнетенного узами и страхом Посмотри, как писатель не скрывает и того Что Павел нуждался в попечении о себе Добавить кто желает Если нет, идем дальше Четвертая, восьмая стихи Вячеслав Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр По причине противных ветров И переплыв море против Киликии и Памфилии Прибыли в миры Ликийские Там сотник нашел Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию И посадил нас на него Медленно плавая многие дни И едва поравнявшись с Книдом По причине неблагоприятного нам ветра Мы подплыли к Криту при Салмоне Пробравшись же с трудом мимо него Прибыли к одному месту Называемому Хорошей пристани Близ которого был город Лосея И толкование Корабль, говорит, Александрийский Вероятно, и они отправились в Азию Чтобы возвестить о том, что случилось с Павлом Как аристарх в Македонию Думаю, дальше надо Давай, Сергей, Ирина, дальше Ну как Прошло довольно времени И плавание было уже опасно Потому что и пост уже прошел То Павел советовал Говоря им Мужи и Яви Мужи Я вижу, что плавание будет с затруднениями И с большим вредом Не только для груза и корабля Но и для нашей жизни Думаю, говорит здесь о посте иудейском Так как Павел отправился Много времени спустя после Пятидесятницы Так что в пределы Крита Прибыл почти к зиме Но чтобы показать, что он Не пророчествует, а говорит по догадке Выражается так Вижу Потому что ему не тотчас Поверили бы И в том случае Если бы он сказал это Как пророк То есть он говорит Вижу, что плавание будет С затруднениями То есть это он Как бы Говорит Как бы С догадкой Толковательно Это не как пророк Иначе бы Если бы он говорил Как пророк Ему бы и не поверили Поэтому он Слово вижу Применел Так, идем дальше Одиннадцатый, тринадцатый Евгений, вы можете Следите Читайте Жень Не слушай А то есть Ассадина Слово по тринадцатый Двадцать седьмой главы Масотник более Придырял Кормчиму И начальнику корабля Нежели Словом Павлов А как пристань Была приспособлена К демок То многие Многие Обрали совет Отправиться оттуда Чтобы если можно Дойти до Сминета Пристань Критской Слезащий Против Юго-западного И северо-западного Ветра И там Передимовать Подолг Южный ветер Они подумали Что уже Получили Желаемое Отправились И поплыли Поближе Толкование 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 Сотник сделал Это В том Предположении Что скорее Следует Послушать Людей опытных В плавании Чем пассажира Неопытного В этом деле Таким образом Это было Ошибкой Ума А не судьбы Отмените Курный Называемый Эвроклидон Корабль Схватил А так Что он Не мог Противиться Ветру Его Носились Отдавшись Волнам И набежав На один Островок Называемый Клавдой Мы едва Могли Удержать Лодку Подняв Ее Стали Употреблять Пособия И обвязывать Корабль Боясь Чтобы не сесть На мель Спустили Парус И таким Образом Носились На другой День По причине Сильного Обуревания Начали Выбрасывать Груз А на третий День А на третий Мы своими Руками Побросали С корабля Вещи Но как Многие Дни Не видно Было Ни солнца Ни звезд И продержалась Немалая Буря Продолжалась Немалая Буря То наконец Исчезла Всякая Надежда К нашему Спасению И как Долго Не ели То Павел Став Посреди Их Сказал Мужи Надлежало Послушаться Меня И не Отходить Открыто Чем И избежали Бысих Затруднений Вреда Теперь Убеждаю Вас Ободриться Потому что Ни одна Душа Из вас Не погибнет А только Корабль Ибо Ангел Бога Которому Пронвежу Я И Которому Служу Явился Мне В эту Ночь И сказал Не бойся Павел Тебе Должно Предстать Пред Кесаря И Бог Даровал Тебе Всех Плывущих С тобою Посему Ободритесь Мужи Ибо Я верю Богу Что Будет Так Как Мне Сказано Нам Должно Было Выброшенными На Какой Нибудь Остров Нам Должно Быть Выброшенными На Какой Нибудь Остров В Четырнадцатую Ночь Как Мы Носимы Были В Адриатическом Море Около Полуночи Корабельщики Стали Догадываться Что Приближаются К какой-то Земле И Вымерев Глубину Нашли Двадцать Сажен Потом На небольшом Расстоянии Вымерев Опять Нашли Пятнадцать Сажен Опасаясь Чтобы Не попасть На Каменистые Места Бросили С кормы Четыре Якоря И Ожидали Дня Когда Корабельщики Хотели Бежать С корабля И Спускали На море Лодку Делая Вид Будто Хотят Бросить Якоря С носа Павел Сказал Сотнику И Воинам Если Они Не останутся На корабле То Вы Не Можете Спастись Тогда Воины Отсекли Веревки У лодки И Она Упала Перед Наступлением Дня Павел Уговаривал Всех Принять Пищу Говоря Сегодня Четырнадцатый День Как Вы В ожидании Остаетесь Без пищи Не Вкушая Ничего Толкования После Столь Продолжительной Бури Не Сукаризно Обращается К ним Но Желает Чтобы На Будущее Время Они Верили Им И То Что Случилось Представляет Как Свидетельство Истинности Того Что Сказано Было Им Потом Предсказывает Две Вещи Именно Что Корабль Погибнет А Находившиеся На нем Спасутся И Что Они Будут Выброшены На Остров Вот Если Бы Не Павел Все Ольга Симоненко Микрофончик Отключите Вот Если Бы Не Павел Все Находившиеся На Корабле Должны Были Бы Погибнуть Итак Души Бог Даровал Павлу А Корабль Со Всем Находившимся На нем Погиб Таким Образом Нечестивые Спасаются В этот раз Ради Праведника Бывает Так же Когда И Преждевременно Нечестивый Гибнет От своего Нечестия Как Говорит Экклеси Не Придавайся Греху И Не Будь Безумен Зачем Тебе Умирать Не В свое Время 7 18 Бог Устроил Что Павлу Сначала Не Верили Чтобы Поверили Ему Проверив Его Слова Опытом Что И Случилось Посмотри Сотник Верит Павлу Так Что Позволяет Погубить Лодку Корабельщики Же Еще Не Верили Но Поверили После Так Как Люди Эти Малоразвиты Вот Такой Отрывок Что Тут Можно Добавить Не Верили Потом Поверили Врезали Лодку Идем Дальше А Давай Вячеслав А что Это За Ангел Божий Которому Служил Павел Это Христос Не Знаю Нев Как Что За Ангел Божий Христос Или Другой Ангел К Вам Обращается Если Хотите Узнать Что Ангел Христос К свидетелям Иегов Обращаться Вам Надо Не Сюда Ангел Это Ангел Хранитель И Дальше Плыви Дальше Все Сергей А то Утонем Все Все Так 34 39 Потому Прошу Вас Принять Пищу Это Послужит К сохранению Вашей Жизни Ибо Ни У Кого Из Вас Не Пропадет Волос С Головы Казав Это И Взяв Хлеб Он Возблагодарил Бога Пред Всеми И Разломив Начал Есть Тогда Все Ободрились И Также Приняли Пищу Было Всех Всех Нас На Корабле 276 Душ Насытившись Пищей Стали Облегчать Корабль Выкидывая Пшеницу В море Когда Настал День Земли Не Узнавали А Усмотрели Только Некоторый Залив Имеющий Отлоги Берег Которому И решились Если Можно Пристать С Кораблем Толкования Что Павел Начал Есть Так Это Для Того Чтобы Не Умереть С Голоду Бога Жи Благодарил За Случившееся Говорит Что То же Самое Научает Чин Ивхаристии Благодарим Тя Боже Яко Удостоин Еси Нас Вопрос Почему Он Уговаривал Их Принять Пищу 14 Дни Не Ели Так Надо Наоборот Уговаривать Не Ешьте Там Потому Что Там А тут Как Объясните Мне Зачем Голодных Уговаривать И Кусить Пищу Достаточно Уже было Голодать А Зачем Они Голодали Тогда Второй Вопрос Экономили Пищу Чтобы Подольше Держаться Может быть Постились По причине Бедствия Можно Постились Да Такая Можно Можно Они Не Постились Потому Что Блаженный Филат Говорит Что Ради Павла Ради Правильно Спасает Нечестивых Там Неверующие Были Не ели Они Потому Что Страх Большой Был Уныние Им Не до Еды Было Большой Страх Кто По морю Не плавал Тот Богу Не Молился Есть Такое Как Говорится И Когда Их Носило 14 Дней По морю Им Было Не до Еды Им Не Хотелось Есть Кого Там У Кого Сразу Болезни Были Какие Потому Что Очень Страшно Такой Страх Уныние Было Что Погибнут Поэтому Им Было Не до Еды А Вот Что Касается Ангел Ангел Божий Ангел Бога Которому Я Служу То Есть Это Слово Шут Он Не Ангел А Богу Ангел Бога Которому Я Служу Поэтому Он Это Самое Поэтому Не Христос Получается Да Ангел Он Ангел А Служит Богу Ну Вот Как То Так Спасибо Христос Так Ну Игнатих Добавить Что-то Пожалуйста А кто Из вас Плавал Шторм В море Вот Когда Шторм И суденышка Это Бросает Кверху Книзу Называется Морская Болезнь А они Не ели Потому Что Все Выворачивают Нутро Даже У Самого Опытного Моряка Не до Еды Тошнит Да И тогда Там Туалет Называется Гальюн Так вот До гальюна Не успевает Дойти И люди Через борт Перенаклоняются И из них Все выворачивается И говорит Чертику Язык Показывать Такое Морское Выражение Так что Ты даже Ты в рот Толкаешь Она изо рта Будет вылазить Причина Одна Морская болезнь Большая Буря И еда Не идет А тут Около берега Уже Поближе Стало И Павел Страх Все это Складывалось Вместе Не до еды Вот нас везли Дня три Кажется Никто не ел А запах Отвратительный Такой Когда там Одного вырвет Другой И поэтому По всему Все столы Наполнены Отвратительной Блевотиной Как пророк Говорит Так что Кто на море В бурю не бывал Тот горе Не видал А мне приходилось За штурвалом Стоять Как самое Трудное время Меня всегда Вытаскивали Даже не в мое Дежурство Чтобы стоять И никогда в жизни Так спать не хотел Когда качает Высота Четыре этажа Может быть И забивает Штурман Штурманскую рубку Волнами И мы заблудились И не знали Куда идти Аксиометр Сломался Или что И только утром Когда разбрежилось Катер проходит И там сделали запрос Где мы находимся В каком Государстве Куда нас унесло Отошел Так Ну и Вячеслав Давайте Сорок Сорок Четыре Сейчас Сейчас И подняв Якоря Пошли по морю И развязав Рули И подняв Малый парус По ветру Держали к берегу Попали на косу И корабль Сел на мель Нос увяз И остался Недвижимым А корма Разбивалась Силою волн Воины Согласились Было Умертвить Рузников Чтобы кто-нибудь Выплав Не убежал Но сотник Желая спасти Павла Удержал их От сего намерения И велел Умеющим Плавать первым Броситься И выйти на землю Впрочем же Спасаться Кому На досках А кому На чем-нибудь От корабля И таким образом Все спаслись На землю И толкование Ослабили Привязи Когда настал день Днем же Снимается и корабль Чтобы бывшие На нем Не погибли От страха И чтобы видели Исполнение пророчества Следует заметить Что убивают Кого-нибудь Ведь добровольно И судьба Не может Воспрепятствовать Совершению Убийства Так вот Добровольно Решаются на дело Убийства Войны И приступают К нему Однако же Послушавшись Сотника Снова и так же Добровольно Оставляют Свои намерения Им можно было Не слушать Сотника Так как Их было много И на стороне И на их стороне Была сила Но воля И свободное желание И делают То что хотят И не делают Того чего Не хотят С первого по пятый Двадцать восьмая Глава Сергей читает Спасшись же Бывшие С Павлом Узнали Что остров Называется Мелит И на племеннике Оказали нам Немалое Человеколюбие Ибо они По причине Бывшего Дождя И холода Разошли Огонь И приняли Всех нас Когда же Павел Набрал Множество Хвороста И клал На огонь Тогда Ихидна Выйдя От жара Повисла На руке Его И на племеннике Когда увидев Висящую На его руке Змею Говорили Друг другу Верно Этот человек Убийца Когда его Спасшегося От моря Суд Божий Не оставляет Жить Но он Стряхнув Змею В огонь Не потерпел Никакого Вреда Толкование Когда Павел Собирал Хворост Ихидна Укусила Его В руку И не Прочинила Ему Никакого Вреда Потому что Святой Муж Был Совершителем Веры Впустив Жало В руку Апостола И не Нашедший В нем Греховной Язвы Ихидна Тотчас Отскочила И бросилась В огонь Как бы Ища Наказание Себе Самой Мы же Боимся Зверей Так как Не имеем Все оружие Добродетелей Смотри Естественное Суждение Полно Правдивости И у варваров Не просто Осуждают Но с чувством Сострадания Переговорив Между Собою Дальше Идем Шестой Стих Они Ожидали Было Что у него Будет Воспаление И он Внезапно Упадет Мертвым Но Ожидая Долго И видя Что не Случилось С ним Никакой Беды Переменили Мысли И говорили Что он Бог Толкование Толкование Богами Тех Кто Физическою Ли Силою Как Геракл Совершал Более Великие Подвиги Чем Его Современники Или Сводил Зрителей С ума Искусство Магии Как Симон Самарии Вопросы Есть Комментарии Нет Давайте Вячеслав Дальше Около Того Места Были Поместья Начальника Острова Именем Публия Он Принял Нас И Три Дня Дружелюбно Угощал Отец Публия Лежал Страдая Горячкую И боли В животе Павел Вошел К нему Помолился И возложив На него Руки Свои Исцелил Его После Сего События И прочие На острове Имевшие Болезни Приходили И были Исцеляемы И оказывали Нам Много Почести И при отъезде Снабдили Нужным Толкованием Публий Был Человек Гостеприимный Потому Что Принял Их Не зная Ничего О них А только По состраданию К их Пучести И дал Покой Двумстам Восьмидесяти Человекам Видя В этом Пользу Для себя Дезентерия Болезнь Трудноизлечимая Исцеленная Павлом Обратила К вере Многих Ничего Нет Никого Добавить Когда Идем дальше Одиннадцатый Четырнадцатый Стихи Через три Месяца Мы отплыли На Александрийском Корабле Называемом Диаскуры Зимовавшем На том Острове И приплыв Сиракузы Пробовали Там Три дня Оттуда Отплыв Прибыли В Ригию И так Через день Подул Южный То Возблагодарил Местность Местность Это и Названо Торгом Или площадью Площадкой Предстатуей Под Корщемницами Таверны Разумеют Гостиницы Или Шинки Названные Так По-римски Семнадцатый Восемнадцатый Стихи Вячеслав Считать Через три дня Павел Созвал знатнейших Из-за иудеев И когда они сошлись Говорил им Мужи Братья Не сделав Ничего Против народа Или отеческих Обычаев Я в узах Из Иерусалима Предан в руки Римлян Они Судив Меня Хотели Освободить Потому что Нет во мне Никакой вины Достойной смерти Толкование Хотя И сотворил Столько чудес Павел Однако же Получил Больше дерзновения От того Что увидел Братья Отсюда Мы узнаем Что он По-человечески Принимал И утешение И противоположное Отношение К нему Павел Был Уважаем Настолько Что ему Дозволено Было Пребывать Отдельно Так как Если до сих пор Сотник Относился К нему Благосклонно То гораздо Более Теперь С соблюдающим Его воином Чтобы Чтобы предотвратить Возможность Новых Ков Против Павла Так что Воин Не за ним Наблюдал А за тем Чтобы не было С ним Какого-либо Неприятности Вот так как Иудеи Противоречили То я Принужден Был Потребовать Суда Укетаря Впрочем Не с тем Чтобы Обвинить В чем-либо Мой народ По этой причине Я и призвал Вас Чтобы Увидеться И поговорить С вами Ибо За надежду Израилеву Обложен Я Этими Узами Толкование Так как Павел Гнал Что совершенно Неуместно Было судиться Особенно У человека Неверующего То защищает Себя С той И с другой Стороны Именно Что Он Поступил Не против Закона А напротив Сам Заведомо Несправедливо Осужден Иудеями И что Не по своей Воле Назвал Кесаря А потому Что Сами Иудеи Дали ему К тому повод Так как Не Заблагорассудили Не судить Меня По закону Церкви Не подчиниться Закону Мнению Властей Власти Хотели Отпустить Меня Не Отпустили Потому Что Иудеи Воспротивились Этому Чтобы Обвинить Иудеев Ты Сделал То Что Назвал Кесаря Нет Говорит Чтобы Избежать Опасности Писаниями Предоставлена Иудеем Одна Надежда Христос Проповедуя Которую Я и Очутился В этом Состоянии Узника И вот на слова блаженного Фессилакта «Писаниями предоставлена иудеям одна надежда Христос, проповедуя которую я и очутился в этом состоянии узника», Игнатий Тихонович делает комментарий на сегодняшний день. «Священное Писание имеет такую удивительную силу, что сказанное в далекой древности другому народу по другому случаю может также тысячекратно повторяться с такой же силой в другой эпохе». 1 Коринфянам 10, 6 и 11 стихи «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Знать Священное Писание, исследовать его, то есть заниматься тем, к чему призывал Спаситель, своих последователей, означает уметь любое место Писания применять в конкретной сегодняшней ситуации, чтобы Слово Божие было живо и действенно. Писаниями предоставлена и нам одна надежда – Христос, проповедуя которую мы эту надежду делаем непостыдной, действенной, которая нас не посрамит. С кем бы мы не беседовали о спасении, но если у нашего собеседника нет авторитета Писания, как непререкаемого авторитета, выше которого не к кому апеллировать, то этот собеседник не сможет приблизиться через нашу беседу к познанию истины, хотя бы мы ее открывали ему в самом чистом виде». «Да, да, да, вышел сеятель, сеять семи, и одно упало при дороге, другое, птицы поклевали, здесь, как бы мы не открывали в самом чистом виде, если у человека нет авторитета, у нас сегодня авторитет в церкви, как Батюшка сказал. Батюшка сказал, и люди безропотно верят. С одной стороны, это, конечно, хорошо, в священном начале нужно почитать и слушаться, но если священное начале говорит вопреки Слову Божию, тут нужно остановиться и задуматься. Игнать Тихонович, пожалуйста, продолжите». «Более ранний период, и хитрер змея укусила Павла. Откуда это видно? Я вот первый раз, когда считал, и по сегодняшний день не знаю, почему толкователи толкуют так. Никакого вреда не причинило, он ее стряхнул, там спрыгнула она. Ничего не видно, написано «стряхнул». Почему спрыгнула-то? Я не пойму, откуда Божия на петлях отобрал. И что она его укусила, ни из чего не видно. Но укусила или нет, все понимали. Как только коснулся в хворосте, она же прижимала ее, когда хворост собирал-то. Она могла укусить. Могла. И у них было мнение такое, что она его укусила. А она, может, и не укусила его. И далее. Говорит, что каждое местописание говорит конкретно к тебе. Если некоторые не слышали, я маленький рассказик расскажу. Был такой преступник. Звали его Макой. Серийный убийца. Но его почему-то еще не казнили. И он находился в тюрьме. Страшной, огромной силой был. Богатырь. Закованный в цепи. К нему ни один стражник не смел входить. И вот однажды во дворе появилась женщина молодая, одетая во всем черном. И она услышала о нем и сказала, пропустите меня к нему. У меня была такая ситуация, когда тут была голодовка. ОМОН побили в тюрьме. А я просился. А там много людей, около 20 было. Страшная обозленность. Ни под каким видом не пускали. Но я знаком был с прокурором края. И все-таки добился, чтобы меня к ним запустили. Она там немного раньше была. Так вот, здесь такая же история. Когда открылась дверь, а ее впустили, быстро дверь закрылась. И он ей говорит. Я знаю, кто вы. Вы дочь губернатора. Она молчит. И говорит. А почему вы меня не пригласите сесть на кровать? Он говорит. Еще ни один человек не осмелился об этом просить. И поднял руки. Он одним ударом мог размножить голову. Она говорит. Если вы позволите, я сяду. Он оторопел. И она села. И он дальше ей говорит. Вы все лжете. У вас в руках Библия. Вы говорите, что каждое слово в Библии относится к конкретному. Вы можете это доказательно. Говорит. Ну, открывайте. И он вдруг задрожали руки. Он открывает первая страница. И считает. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая. Тьма над бездной. И Дух Божий носился над водою. И сказал Бог. Да будет свет. Довольно. Объясните это место мне. Скажите, что это ко мне относится. Я приговорен к смерти. Ну, кто из вас может это объяснить сейчас? А это мы сейчас у Блаженного Пифилакта считали. И она стала говорить. Это была действительно проповедница. Она говорит. Мак, ой. Господь называет землей сердца человеческие. Вы увидели меня сквозь решетку, как я шла по двору. Вы отчаянно тоскуете об этой свободе, об этой земле, по которой вы больше никогда не пройдете. Ваша душа погружена во мрак и тьму. И над ней носится Дух Божий. И Он призывает вас к покаянию. Откликнитесь вы или нет. И вдруг Он загремел, говорит, цепями на руках и ногах и повалился. И зарыдал. У Него все было готово к этому. Он увидел, что это место как раз о нем говорится. И далее говорится. Пришло время. Сколько лет прошло. Не помню. Его на другой статус перевели. Он все время молился и плакал. Как такой был Моисей разбойник. Когда он уже был монахом, на него напали там где-то. Он этих разбойников скрутил. Связал их через плечо и потащил. И здесь так же. Ему разрешили ходить по камерам. И Он всем свидетельствовал о Боге. Бог открыл ему знание Святой Библии. Вот знать, что каждое место относится именно к тебе, это только благодать Божия может сделать. И поэтому то, что сектанты не признают 11 книг, не канонических, ничего не значит. Были люди, саддукеи назывались. Они признавали только 5 книг Моисеевых. Только ни пророков, ни псалмов не признавали. И Господь им на основании этой книги, этих книг Тора, Он им доказал, что есть воскресение из мертвых. Я Бог Авраам и Исаака Якова. Есть, сейчас настоящий момент. Поэтому изучайте Библию. Изучать значит проникнуть в таинственный смысл ее. Вот сейчас мы говорим, и над этими роликами уже другие работают. Враждебные нам элементы. Я вчера об этом говорил. Что случилось с моим форумом, не знаю. Но у меня было 120 человек, потом стало 240. Годы-то идут. Иногда 320 и вернется назад. И вдруг сразу шагнуло один день. Почти 600. Для форума 600 человек это очень много. Я говорю, что-то случилось. И потом только узнал. В Москве как раз вот это рождественское чтение, где Дворкин там против меня. О моей деятельности. И людей сразу прибыло. Вчера случилось необычное. Но как Дворкин-то отошел, число людей понизилось. И стало держаться 340. На 100 человек больше. Любая антиреклама есть реклама. И вчера вдруг у меня увеличилась посещаемость сразу в один день в 17 раз. Этого никогда не было. В 17 раз такого не бывает и быть не может. Откуда эти люди? Вот. Я сейчас говорю и прям сию минуту сейчас подождите минуточку только. Я сейчас гляну, что изменилось или нет. Вот. Это я маленько не то открыл я. Надо форум мне открыть. Форум. Вот смотри. Сейчас я открыл. Сколько сегодня? Сегодня сколько? Значит, 320 было для каждого. Открываю. Значит, вчера было 5934. В 17 раз больше. А сегодня больше вчерашнего еще на 190. А уже 4033. Ну, значит, будет 6000. Это примерно почти в 20 раз больше. Что это? Где это? Не знаю. Я знаю только священник Дудин. Теперь там это все занимается. Вот эти ваши занятия по скайпу. А они их разбирают по частям. Ну, естественно, во вред самим себе. Значит, нужно просить Бога, что вот эти занятия, такие маленькие, они что-то делают совершенно невероятное. Я так думаю. Может, и наши ролики имеют каждый день, даем отчеты о прошедшем дне. Но все вместе взятое, видите, какую роль сыграло со вчерашнего дня. Мой форум перешел в иной статус. Объяснений пока никакого нету. Можно в дальнейшем проясниться, что это за милость Божия. Учите, чтобы каждое слово относилось к тебе. И ты узнаешь, как это видно к другому. Вот так. Отошел. Спасибо, Христос. Вопросы у нас. Вчера раз пролетел. У кого есть вопросы? Ольга, Вячеслав, Сергей, давайте. Я, да? Игнат Тихонович, а вот где вот это вот можно посмотреть, что они вот разбирают наше священное... Ну, разбирают наше вот это вот священное описание. Посмотрите, там можно где-то? Можно. Ко мне все скинули, я только глянул и сразу отошел. Я знаю, что они пакости говорят. Сегодня он подкатил к Юрию Соболеву. На разговор о монашности. И говорит, только чтобы Игнатий вроде не знал, не говорить. Он говорит, под таким условием я вас не принимаю. И разошлись. Я выставлю это все, что они там делают. И Юрий весь разговор переставил. Сергей, не надо это. Там ничего доброго не может быть. Они сразу, только начинают с экрана, кровью все заливается там. Кто-то кричит. То есть они пакости делают. Это мне воли спросили, я даже смотреть не стал. Я увидел, что это именно занятие. А вы сочетите Лапкина, наверное, да? Ты доставишь, я тебе скину. Скину, ну. Ну, скиньте, я посмотрю. Но если мне неправильно, я смотреть не буду. Я даже смотреть не стал. Время тратить, рот поганить об них. Ну, может и так. Они сейчас не до этого. Сейчас завтра Кирилл будет, патриарх Кирилл встречается с папой. Франциском. Там, в Гаване. А сейчас везде прямо вопят они. Что такое? Это экуменизм, это тайный заговор. Вот они втянули зарубежную церковь в себя. А католики сейчас их втягивают. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Они теперь нахлебаются досыта. Да, ну, глупость. Ну, почему не могут встретиться? Глупость это все. Это просто наше косоглазие. Правильно. Пускай встречаются. Ну, пусть встречаются дороги. Ну. Глупость это. Да какой плен? Плен. Мне не об этом речь. Просто. Ладно. Сейчас на этом кончим говорить. Я вам скину где-то. Посмотришь там. Только не испоганься. Руки потом помой святой водой. Так что, и рот тоже выпалащи. И рот пропалащи. Ну. Давайте, какие вопросы. Еще. Я хотел сказать, что. Что это знание Писания возвысит голову, написано. Я пример говорил. Меня как-то пригласили в Академгородок Новосибирский. Это большой городок уже. Ученые. И в зале там, я не знаю, наверное, все были большеголовые, медные лбы. Я сказал, Библия, святая в руках у меня, отвечает на каждый вопрос. Оно живо и действенно. И к любому можно любой стих повернуть. А один только поднялся и говорит, вы этого не докажете. Вот у меня Библия. Я говорю, три вопроса можете задавать. Не один, а три. Но под условием. Если я вам докажу, что это так, то вы перед всем народом попросите прощения. Профессор какой-то. Он согласился. Я говорю, ну давайте. Он первый вопрос задал. Ну такой, что он у меня уже заезженный. Я его легко ответил. Второй был по труде. Третий совсем трудный. Но Бог все это открывает. Я ему ответил. Он встал и попросил прощения у всего зала и сразу вышел. Я спросил, а кто это? Они говорят, это академик, профессор. Он увлечен баптизмами и ходит. У него Библия есть. Он никак не ожидал получить ответ. Он знал, что вопросы эти не отвечены. И никто не ответит. Это неправда. Дух Святой открывает. Поэтому молитесь, чтобы Библия была не мертвой книгой. С любым атеистом, с любым баптистом, с любым сатанистом вы будете беседовать и всегда знать. Победа будет только на этой стороне. Но для этого надо Словом Божьим заниматься день и ночь по святым отцам. И на практике испытывать. Хорош этот метод или нет. Иногда во время беседы, вот пройдет беседа, у меня записывала Надежда Васильевна, рукой, тогда магнитопона не было. И кончится беседа, мы дома, снова, заново все восстанавливаем и беседуем. Где какие были места названы? Как-то они предложили баптистам беседовать на тему второго пришествия Христа. И они на память, они любят Библию. Они привели 4 места Писания. Когда дали Слово мне, я привел им 72 места. Места это не только один стих, а бывает целый пакет. Они были буквально сражены. Это Бог так делал. 72 места на память сказать Библию, процитировать, не открывая Библию. Любите Библию, и тогда вы увидите, как многое мы теряем. Священники вот отвечают, они Библию в руках, как будто не держали никогда. И Смирнов, и всех там смотрю. Библия, это Слово Божие, Священное Писание. И мы должны людей приучить слышать голос Божий, к ногам у Христа усадить. Люди пришли не ко мне, а они начинают, даже правильно отвечают, но пришли к тебе, и ты ответил. Ты приведи их ко Христу. Из любого вопроса, какой бы то он ни был, я отвечаю на 4124 вопроса. 4 тысячи. И в каждом ответе многократно показываю, где в Библии про это говорится. Вопросы экономика, социология, работа, искусство, государство, волшебные силы, семья, литература, поэзия. Все абсолютно там. Мусульманство, патриархия, зарубежная церковь, сектанты. Все абсолютно в Слове Божьем есть. Но наш сайт, кто не знает, зайдите, откройте, и вы увидите. И когда я стал отвечать на вопросы, которые задавали митрополиту Кириллу, Смоленскому и Калининградскому, и Алексею II, патриарху, и Адриану, митрополиту Саробрященскому, Козлову, Максим, который в МГУ преподает, Амросия, Юрасова, у всех ответ примерно один. На 60 вопросов не более 6 отвечены правильно. Я разбираю. И там на нашем сайте разбор ответов называется. А остальные или наполовину неправильно, или совсем неправильно. Ссылка на Слово Божие почти ни у кого нет. И опровергать любой их будет. То, что отвечено по Слову Божьему, ни один не посмеет, если правильно отвечено. Вот ответ. Евгений, пожалуйста, вам слово. Знаете, Тихоныч, к вам вопрос. Можете еще рассказать по поводу канонических книг? Почему в протестантской Библии одесских книг там нет? Почему они выбыли оттуда по какой-то причине? Я просто подозреваю, подозреваю. Знаете, Евгений, это вопрос бы надо задавать им. А нет, бросили. А мне чего отвечать, когда у нас они есть, эти книги? Исторические церкви. Исторические. Это католицизм, православие. Никогда не издавали Библию 66 книг. И когда в Барнауле издали книгу, книги Библии, хорошее издание было, и сказали, что получили благословение на издание, был у нас здесь епископ Антоний и отец Капрана, отец Михаил. Я когда пришел туда, в редакцию, взял 66 книг. Я сразу позвонил, отец Михаил, вы их благословляли? Нет. А как же они на вас ссылаются? Епископу звоню? Никогда. Никогда. Во-первых, это будет большое-большое для них наказание. Библия, неканонические книги, они утверждены на соборах, кроме книги Третьей Ездры. И на них отвечает Ян Златоуст, другие отцы. Они не включены были, ветхозаветные у евреев. Почему? Канон-то составляли когда? Считай, Ездр начал первый там. А потому, что они не найдены были на еврейском оригинале. Больше ничего не было здесь. Возьмите книги Маковейские, как они прославляют еврейский народ, какие битвы, иные говорят. Да евреи, они имеют ордена, герои там. Сидели где-то в тылу. Они не знают, какой это воинственный народ евреи. Считайте книги Маковейские. Или сейчас там эта шестидневная война евреев была. Да евреи-то, я сейчас прочитал, правда или нет, территории этих мусульманских государств, которые воюют там против евреев там, будто бы они в 250 раз территория больше Израиля. Израиль там кромочка какая-то, и ничего нельзя сделать. Потому что это Бога избранный народ. И Бог его хранит, как зеницу ока. При всем его неладном положении. Надо видеть. Поэтому они не найдены были. Но после этого найдены Даниила. Две главы эти найдены, как мне известно. Книга Серахова найдена. Другие. То есть они сегодня были бы включены уже в канон. Вот как. Только поэтому. Они не найдены были в оригинале. Они с особой осторожностью предусмотрительной. Так отнеслись к ним. Они включены, но звездочка. Вот мы считаем восьмой том Иоанна Златоуста. Том разбитый на две части. Иногда даже на три. Первое. Творение Иоанна Златоуста. Второе. Спуриво. Творение, приписываемое Иоанну Златоусту. Первое. Уверен на сто процентов. А второе. Исследователи патрологии Мини не знали, к кому отнести их. Они похожи и на Василия Великого. Но ближе всего по составу речи. Ну не по окончанию. К Иоанну Златоусту. И вот в одном месте написано. А внизу ссылка. Кто бы это ни сказал, это неправда. Это неверно. Внизу. Но напечатали, как есть. Почему? А о ком говорит он, того человека еще не было. Он на сто лет позже будет. И говорить о нем не мог. Вот какое дело. Но напечатали, как есть. Я уже... Про Масаретскую Библию вы можете сказать, Игорь Тихонович? Я так услышал Стермингов, он там как бы так подробно говорит, что в Масаретской Библии они там исказили перевод очень сильно. А церковь пользуется сегодня переводом септуагенда. Переводом семенинский. Можете сказать про... Нет, конечно. Нет. Перевод сделан с еврейского оригинала. Стермингов, это греческий перевод. Это перевод с перевода. Против перевода с этой Библии, с еврейской, был Феофан Затворник. Он сильно гневался. Говорит, измасаретили все. Масареты евреи, они перепортили все. Они специально делали, убирали те места, где про Христа говорится. Так говорить может человек, который не знает, как иудеи благоговейно относились к священному писанию. Это не знают люди. Если он пишет, он не имеет права оторвать все слова Бог, когда пишет. Он не имел права оторвать перо от этого. Или там, чем он писал-то. Как делали чернила? Писать на пергаменте. Количество бух на строчке вымерено. Как он подготавливался к этому? Это в этюдах отца Геннадия Фаста все это написано. Они даже не знают, а как же евреи? Они увидели, есть разночтение. Это ни одному народу не удастся сделать. Что сделали евреи? Это показывает богоизбранность. Они изъяли все свитки священного писания Ветхого Завета. Все сумели достать и сверить, и дать истину, с которой мы делаем перевод теперь. Как искусственный язык и привести общий такой. Это никому не удастся. Мы даже не можем свой диалект уничтожить. Евреи смогли это вернуть. Вот почему еще и еще доказывают, что это богоизбранный народ. Но в советской Библии как это думают? Это думать или это правда? Правда. Правда. У нас перевод как раз идет с стороны. Это самый точный перевод. А русский один из самых точных синодальный перевод 1876 года. Потому что сверяли не только с написанным, не только с греческим, не только с латинским и с арабским даже. Но смотрели, как это место толковали святые отцы, о чем они тут говорили. Четыре духовные академии перевод делали. Самого высочавшего уровня были переводчики. Я говорил, это крещеный еврей православия, хвольца Давид Аврамович. Какой он был? Я вот повторяю это. Мы беседовали с Александром Менем, он еврей. Мене означает налим, рыба такая скользкая. Я его спрашиваю, вы работаете с оригиналами на еврейском языке? Он говорит, да. Я говорю, а вы могли бы переводить вот как Павский Герасим Петрович или как вот хвольца Давид Аврамович? Он вот так от меня отшатнулся, да вы что? Да никогда. Он был настолько умный еврей, что он понимал, что такое его уровень. Я скажу, что я его понимаю. Мне однажды пришли, говорят, у священника местного, сын, капитаном работает, английский язык знает. А я в то время разговаривал по-английски. Ну, я заинтересовался, пошел, встретились. И когда я стал разговаривать по-английски-то, он говорит, ой, как вы знаете. Отсюда я сделал вывод, что он ничего не знает. Мое знание было крохотное. Хотя я в немецком собрании, на немецком языке говорил проповеди. Но мои знания крайне ограничены были. И у меня хватало ума, чтобы понять, что его нет у ума. Вот здесь точно так же. Соревноваться с той Библией, с Бетхого Завета, откуда переводили на русский язык, нельзя. Вот, допустим, Ирин Стридонский, он решил перевести на латинский язык. Это вульгата. Он изучал отдельного еврея, брал уроки в пещере, когда сидел. Этот перевод невозможно сегодня даже повторить. Один из самых лучших переводов вульгата. А вначале его не принимали. Вот, Мартин Лютер перевел прекрасно на немецкий язык. Или Библия Джеймса, Якова Джеймса. Это называют перевод на английский язык. Сегодня переводят много, и к тому все-таки обращаются назад. Это Бог сделал так. Лучшие переводы. На данном языке я назвал, на каких языках. Так что, Масаретский это самый лучший перевод. Даже не перевод, а оригинал, так назовем. С него сделал... Ну вот еще вопрос. Про язык Иисуса Христа, это арамейский язык. Но Библия это уже более поздний, современный язык евреев. Получается, то, что сегодня есть Библия на Библии, это не самое подлинное. Потому что здесь арамейский язык. Я как-то слушал, и есть православные церкви в восточном, в восточном, сохранили этот язык, вот я слышал, их непосновения православные. Я даже слышал, где-то в Израиле есть такие православные арабы, которые сохранили этот арамейский язык, они на нем до сих пор разговаривают, и даже, если кто хочет, обучают, на нем не знаю, где они находятся. И в Сирии тоже такие присутствуют. И в Израиле, в Сирии эти христиане... А с арамейского, Евангелие от Матфея только переведено было, в Новом Завете. А основной из греческого. А там какой язык был? Это специалисты только могут сказать. Его нельзя принести ни к одному языку сегодня. Какие-то там изменения, обороты, все это. Это глубокое познание надо иметь. Вот когда Николай Касаткин переводили на японский язык, они некоторые слова вообще, говорит, не могли перевести. Так они делали как? Сначала на китайский, а потом с китайского на японский. Вот у нас... Я путь истины и жизнь. Ну что переводить-то? Путь истины. У нас путь один. Еще есть стежка-дорожка. А по-японски восемь. По одной дорожке может заключенную только ходить. Какой путь взять здесь? Поэтому все не так просто. Вот на северном... Где-то я не знаю, сейчас могу... Калоши такая народность есть. Переводили. Они не могли перевезти хлеб наш на сущность. Они хлеба не видали. Они перевезли сушеная рыба, юкола. Я считаю, нельзя этого делать. Вот у нас есть смоковница. Переведена смоковница. У нас многого нет... Чего нету. Мы не знаем это. Но дается пояснение, но слово как есть. Синагога. Никогда у нас не было синагоги. И уже не переводят нам каким-то другим словом. А именно синагога. Русский перевод один из самых лучших в мировой практике. Можно... Если там есть какие-то недочеты в синагогальном переводе? Можно мне тоже кое-что... Сказать свое мнение? Можно? Можно? Вот как бы... Я хочу сказать вообще о переводах. Был Таргум. Он на арамейском языке. И на иврите. Арамейский и вообще... Масарейский канон он сформировался аж в девятый век нашей эры. Девятый век. Вот. И он в основном во всем похож. С этим самым... Масарейский текст септуагинта. Кроме там один единственный есть, так сказать, разночтение. Это пророка Исаии. Сидел в очреве, примет и родит сына, и нарекут имя ему имяную. И вот там заменено вместо «альма» слово «битуля». Молодая женщина. То есть не дева примет, а молодая женщина. Вот. Битуля. В основном... Остальное все подходящее. И оно подходит. Но я вот хотел... Ты, Женя, спросил о этих самых... О неканонических книгах. Они... Все писание Бога вдохновенно. И вот у меня самое любимое мое послание. Это послособорное послание апостола Иуды. Вот он обращается и говорит здесь к христианам. Я смотрю, какие христиане были первого века просвещенные. Он ссылается на столько книг. И вот. Многих книг нет в Библии. Вот у нас книга, наша Библия, 77 книг. А если взять Эфиопскую Библию, там 81 книга. 81 книга. И все считаются, то есть, богоудухновенными. Если мы как-то еще пошли, начали заигрывать с протестантами, и вот есть канонические, неканонические, то у них все канонические. Вот книга Еноха. И вот апостол Иуда, он ссылается два раза на книгу Еноха. Это 1 глава 9 стих и 2 глава книги Еноха, 2 глава 41-47 стихи. Где вот первый раз, когда он говорит, вот, об этом свидетельство Енох 7-й от Адама, говорит, Господь придет с мириадами воинств своих, да? Мы нигде не найдем в Священном Писании, кроме книги Еноха, в 9 стихе 1 главы. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, блюдет на День Страшного Суда. Это тоже во 2 главе книги Еноха сказано. Больше нигде практически не сказано. Может, еще есть. И как Архангель Михаил спорил о Марифеем Терри с дьяволом, да запретить тебе Господь, да? Это тоже, этих книг не сохранилось. Но, тем не менее, первые христиане об этом знали. То есть, даже наша Библия, она полная. Она, конечно, достаточна. Даже любая книга, она одна книга, любой Евангелие, она достаточна для спасения. Но, тем не менее, все Писание Боговдухновенное. Вот, что я хотел сказать. А насчет Масаретов, да, они скрупулезно ко всему подходили. Вот, и основной, большая часть переводов была сделана на арамейском языке. Вот, часть была на иврите книг. Вот, интересная даже есть такая вот... Ну, ты же, Женя, знаешь, что есть два шрифта. Вот, квадратный, это письмо ерундеевское, вот это квадратное письмо, и хананейское письмо древнее, которое вот сейчас есть. Потом есть еще... Ну, я тебе позвоню, я тебе покажу шрифт. Вот, ты посмотри, все древние памятники, все древние... Вот, в Араме Христа уже было квадратное письмо, которое сейчас, да, вот, и арамейский текст на нем написан. А до переселения Вавилон у всех вот языков населяющих, вот, как бы, у всех народов, и у евреев, и у хананеев, да, и у филостемлян даже, и у тирцев, седонцев, вот этот вот, ливан, у всех был один шрифт, то есть одна азбука, 22 буквы, у всех был один и тот же этот, арамейский. А языки были немножко разные, вот как бы. А письменность была у всех одинакова, из 22 букв согласных состояло. Вот и все. И они были немножко другие. А вот после Вавилона, вот этот Вавилонский текст, который сейчас, он уже после Вавилона пришел. Вот такие вещи. Вот только... Послушайте внимательно, послушайте, я кое-что прочитаю вам. Через иудейских книжников промыслом Божиим священный текст Библии с удивительной точностью сохранился и дошел до нашего времени. Вот несколько примеров указаний Талмуда о законах строжайшей точной передачи текстов. Свиток изготавливается только из шкур чистых животных, как для жертвоприношения, и скрепляется жилами таких же чистых животных. Длина каждого столбца составляла от 48 до 60 строк. Длина каждой строки составляла 30 знаков. Перед началом письма весь манускрипт должен быть разлинован. Если хотя бы три слова написаны не по линии, вся работа негодна. Чернила только черные и изготовлены по особому рецепту. Скрывается рецепт, это не Кока-Кола. Переписывать можно только оригинал. Недопустимо абсолютно никакие отклонения от переписываемого текста. Ни одно слово и ни одну букву нельзя писать на память без свечения с текстом. Между буквами должно оставлять интервал шириной в волос. Между абзацами в столбцах интервал шириной в девять букв. Между книгами три строки. Переписчик Софер должен быть евреем, умытым перед работой с головы до ног, одетым в еврейские национальные одежды. При написании имени Бога перо не должно дважды обмакиваться в чернила. При написании имени Божьей переписчик не должен отводить взгляд, отводить от текста, даже если к нему обращался царь. Во время чтения к тексту нельзя прикасаться руками. Для этого используются изящные золотые или серебряно-указки яд в форме человеческой руки. Свитки, несоответствующие этим требованиям, должны либо сжигаться, либо закапываться в землю. Ввиду абсолютной точности списка и обветшалости оригинала, список считается выше оригинала. Поэтому оригиналы не старались сохранять. Поврежденный оригинал считался неполноценным и хранился в синагоге в специальной коморке Генице. Если в Генице становилось тесно, то оригиналы уничтожались. Продолжая работу саперов, масореты для страховки точной передачи текста, а может, усматривая в том какой-то мистический смысл, указывали на полях число букв, слов и фраз в каждой книге. Отмечали, какая буква находится в середине каждой книги и всего Танаха. Сколько раз определенное слово находится в каждой книге во всем Танахе. Даже подсчитывалось, сколько раз встречалась какая-то буква алфавита. Изначально библейские книги не имели никакого деления. В 1205 году кардинал Стефан Лингтон в Кембридже разделил на главы библейские тексты вульгаты. Это разделение было завершено в 1240 году ученым-доминиканцем Гуго де Сеншир, издавшим свою симфонию к вульгате. Парижский типограф Роберт Стефан ввел разделение всего текста на стихи в греко-латинском издании Нового Завета в 1551 году и в полном издании всей латинской Библии. Текст септуагинты 3 века до Рождества Христова не дошел до наших времен. Как? Я бы мог тут многое еще прочитать. Святые отцы в житии святых многое подчеркнули из-за покрифов. В 365 году было завершено составление Иерусалимского Талмуда Гемары, а в 500 году по Рождестве Христовым был завершен Вавилонский Талмуд Гемары. Гемары как комментарий к Мишне. В свою очередь бывает двух родов, которые называются Галаха и Агада. Галаха – это закон, правило постановления, это юридические и моральные комментарии Мишны. Агада – это сказание, повествование о событиях в реальном или метафизическом мире. Тексты Талмуда, в которых толкуется священное писание, называется Мидраж. Когда считаешь подобное сокровище, то невольно думаешь, кому оно достанется. В это самое время, каждую минуту появляются новые сектанты или дальше подсчитываются. И кто переводил? Какие переводчики? Вот смотрите, хотя бы чуть-чуть только. Акила. Акила. Ученик Рави Акиби. 50-й, 132-й год по Рождестве Христовым. Грек. Родственник императора Адриана. Сначала он принял христианство, а потом стал иудейским прозелитом. Осуществил новый перевод, в котором буквализм является главной характерной чертой. Это он сделал. Феодатион – это прозелит из Понта. Жил во второй половине II века после Рождества Христова. Книга пророка Даниила и счастье его переведена с его перевода. Симмах, третий, иудейский прозелит современник императора Аврелия, 161-180-е годы. Осуществил совершенно новый перевод, наиболее ясный и изящный из всех переводов. Иудеи вавилонской диаспоры преимущественно говорят по-араминно-арамейском. Еврейский остается только языком мудрецов, хакамов. Считается, что разговорным языком Иисуса Христа был арамейский. Сирская церковь, миссионерство в Азии, не позволила переводить священное писание на народные языки. Иоанн Златоуст, когда проповедовал, у него на капитре лежало четыре перевода. И они очень разнились. И он давал толкование одновременно по всем им. Акилы, Педатиона, Исимаха и Септуагинта. Вот какое дело. Масаринского текста еще тогда не было. Сергей, вот тебе еще вопрос такой. Ты читал на Еврейский Новый Заветный? Его перевел. Как же его зовут? Ты читал его? Еврейский Новый Заветный? У меня два вида. Два перевода. Один в полной Библии, один вот в таком. Но там ему немножко... Ну, я просто хотел спросить, что ты о нем думаешь. Там, там, извинения небольшие. То есть там, где имя Иисус на греческом, они пишут на еврейском. Не имя Иисуса. Где там ученики, они вместо ученики пишут там Талмидин. Талмид это и есть ученик. Ну да, но что ты вообще думаешь, это может помочь в благовесии евреям вот такой вот перевод. Ну, такого специфического именно с еврейским таким проспектом. Ну, а как же проповедовать евреям? Если еврей, он евритоговорящий, то на еврите ему и надо проповедовать на его языке. На том языке, который понят. Кроме того, надо понимать, что... Этот же перевод, он и изум был на русский язык, но для русскоязычных евреев. Понятно. Но дело в том, что евреи, нужно понять, что они в течение веков были настроены на то, что христиане являются исключительно их гонителями. И Иисус Христос не является как бы чисто еврейским. Что он из среды евреев пришел и для евреев, да? Пришел к своим и своего не приняли. И вот это вот непринятие, оно культивировалось, насаждалось в течение 20 веков. Правильно? Мы это знаем. И многие евреи, когда смотрят, что... О, Ишуа Гамашир, так это Иисус Христос, это и есть Ишуа Гамашинах. И здесь все еврейское, и все наше, и все для нас, и для нашего спасения. Сейчас у них мозги уже начинают проясняться. Это не те евреи, которые там были в средневековье, хотя и там многие обращались ко Христу. А сейчас вот сколько было навалено на бедных евреев, да, скажем, и используют против них. И холокост, это все чисто христианская выдумка, это все изобретение народов, чтобы нас, так сказать, уничтожить. Бойтесь всех, и все. А когда они смотрят, ага, а это все наше и взято от нас. Да и мало того, для нас и для нашего спасения, что Машех уже пришел 2000 лет назад. Естественно, тогда для них это и нужно говорить на том языке, которое понятно. Павел говорит, я стал всем для всех, да, всем для всех. Для иудеев, как иудей, для язычников, как язычник, да, для эленов, как эленов, то есть не как язычник. Так, время кончилось. Сергей, я хотел спросить, Дмитрий Ефименко, вы слышите? У вас какая-то картинка непонятная, вы бы ее заменили. Это христианский портал, и поэтому вы так, мы его видели краешком. Ну все, Сергей, отключай нас. Давайте помолимся. Помолиться, помолиться. Помолиться, помолиться. Давай. Песня. Песня. И Гнатин. Песня. И Гнатин. И Гнатин. Гнатин. И Гнатин Тихонович, помолиться. Господи Боже, Отец наш Небесный, мы предстали перед Твоим величием, несравненный и дивный Создатель, и просим Тебя во имя Сына Твоего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, услыши наши молитвы и исполни. Мы просим, чтобы Слово Твое стало для нас светом в нашей жизни. Боже всемогущий, даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии. Сохрани народ Твой, плененных, убиваемых, прими в обители Твои вечные, и распусти нас с миром. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Слава Богу. Во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Ну, вы пришлете, да, то, что обещают посмотреть мне? Спасибо, Господи. Хороший получился сегодня урок. Полезный.